Орион Запомните этот голос Через три дня, утром 17 июля, зенитно-ракетный комплекс «БУК» под номером 332, принадлежащий 53-й бригаде из Курска, пересек границу и оказался на территории Луганской области Украины В 16.20 выстрелом из этого «БУКа» с поля к югу от населенного пункта «Снежное» был сбит пассажирский «Боинг» MH17. Погибли 298 человек Сепаратисты радостно отчитались о сбитом в военно-транспортном украинском самолете «Анн». Свою ошибку они поняли лишь спустя несколько часов В этот же день этот же «БУК» с номером 332, но уже без одной ракеты, был замечен возвращающимся к российской границе Кто же такой этот «Орион», который снабжал сепаратистов российским тяжелым вооружением? СБУ утверждало, что Андрей Иванович с позывным «Орион» — сотрудник ГРУ, но доказательств не приводило В совместном расследовании The Insider и Bellingcat удалось установить его личность И в этом им помогли необычный голос «Ориона», а также его любовь к покупкам в интернете В мобильном приложении GetContact, которое позволяет обмениваться контактами со всеми пользователями The Insider и Bellingcat удалось обнаружить некий российский номер, обозначенный как «Андрей Иванович Иванников» — ГРУ Причем подписан он был от «Хаски» — название одного из военных подразделений в ДНР Поиск в Google по этому номеру телефона выдает заказ в онлайн-магазине на имя Олега и на адрес улицы Полины Осипенко, 76 Нумерация домов на этой улице заканчивается на доме 22, но если пройти дальше, то там и правда можно увидеть дом с таким номером Это здание штаб-квартиры ГРУ, Хорошовское шоссе, 76 По тому же мобильному номеру в открытом доступе обнаруживается и домашний адрес Иванникова Его квартира располагается неподалеку от Минобороны Через этот адрес Bellingcat и The Insider нашли сына Иванникова Сейчас он живет и работает в Швейцарии Через данные сына удалось найти и московский домашний телефон Оставалось лишь подтвердить, что Олег Иванников это действительно Орион Для этого The Insider и Bellingcat связались с ним по обнаруженному домашнему номеру На звонок ответил характерный женский голос У Иванникова интересная биография Он родился в семье советского военного в ГДР Учился на военного летчика в Киеве Затем перебрался в Ростов-на-Дону В 2007 году в разгар эскалации конфликта с Грузией Его командировали в Южную Осетию, где он стал ни много ни мало министром обороны Вернувшись в Россию, он защитил диссертацию, в которой цитирует Дугина И призывает готовиться к информационной войне А в 2014 году его направляют в Украину, где он руководит всеми боевыми действиями В Украине Иванников отдавал распоряжение не только министру обороны ЛНР Плотницкому Но и руководил действиями частной военной корпорации, известной как «Группа Вагнера» Судя по перехваченным телефонным переговорам, именно Иванников отвечал за поставку тяжелого вооружения Из России в Украину, в том числе и Бука, из которого был сбит Боинг Поставку вооружений он обсуждал с генерал-полковником Николаем Ткачевым Материалы об участии Иванникова и Ткачева в инциденте с Боингом Уже используются международной расследовательской группой, возглавляемой Нидерландами И переданы в Международный уголовный суд в Гааге Субтитры создавал DimaTorzok